Монтана Бахмут якобы захвачен на 99%, но Пригожин уже устал материться. Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный. К концу лета ВСУ войдут в Крым, уверены военные эксперты, но Лукашенко знает лучше – никакого контрнаступления не будет. Никакого контрнаступа, по-моему, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Космическая битва двух сверхдержав отменяется. Россия и Уганда подписали соглашение о неразмещении оружия в космосе. Задача недопущения размещения оружия в космосе давно уже обрела свою актуальность. И для начала о наболевшем. Дорогие зрители, призываю активнее подписываться, комментировать и реагировать. Это очень поможет продвижению наших роликов. Это не мой каприз, так работают алгоритмы Ютуба. Больше вашей активности, больше нашей популярности. Итак, врываемся в новости. Бахмут захвачен на 99%, пишет немецкое издание Bild. По данным Bild'а, вагнеровцам за последние двое суток удалось прорваться на занятые украинскими войсками запад города. Якобы Украина владеет только одной стороной самой западной улицы, пишет немецкое издание. Однако Генштаб Украины этого не подтверждал. Спикер восточной группировки войск Чареватый, напротив, говорит о продвижении ВСУ под Бахмутом еще на 150 или 1700 метров на разных участках. Бахмут залишається эпицентром бойових дій на сходе Украины. Противник понад все намагається взяти. Це майже знищене уже ним же місто. 487 разів ворог наносив удари ствольно-реактивною артиллерію по нашим позиціям. Відбивлося 25 боєзітнень, 6 авіанальотів. В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, 4 попали до полону. Також знищено 2 самохідні артиллерійські установки МСТА, безпілотний аппарат ЛАН-10 і 8 полевих складів з боєприпасами. В ході боїв наші підрозділи, дивлячись на те, що немаємо зараз переваги в особовому складі в снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. О тому, що підрозділения російських військ отошли до 570 метрів з позиції на севере Бахмута, в районі населенного пункта Сакка і Ванцетти, розказав Пригожин. Главарь ЧВК «Вагнер» також призвал Шойгу і Герасимову любой ценой удерживати поселок, щоб фланги не сыпались. Удивительно, що все це в уважительній манере і без матов. Хоча не мог не потешатися над Герасимовою і його ВДВ. «Окружить противника не представляється можливість, ввиду того, що, як і сообщалось Министерством оборони, ВДВ России в результаті наступлення в районі Артемівська заняли вигодний рубеж. Да, действительно, ВДВ России в результаті наступлення противника в районі Артемівська заняли вигодний для противника рубеж. Этот новый стратегический маневр, я уверен, буде вписан во все военні учебники, буде называться мгновений, решительний отскок от противника, отскок Герасимова. Он буде вписан так же, как танковий клин Гудериана, как кубанская этажерка Покрышкина или как брусиловский прорыв». Как живуть немногочисленні жителі в районі Бахмута і Часова Яра, разузнавали журналисты Радио Свобода, люди с нетерпением ждуть контрнаступлений і верять в ВСУ і победу добра над злом. Оптимизму тех, хто ежедневно переживает мощные обстрелы, можна только позавидовать. «А что для вас означает контрнаступ украинских? Свобода от этого беспредела, так сказать». «Ну, це наші, це наші бахкають. «Так хай бахкають чи не?» «Хай бахкають, звісно. Ой, вас бах, ну що бахкають, це наші бахкають, лишь би добре все було. Рада дуже, дуже рада. Хоть люди вернутся, хоч нам жить буде легше». «Ну, я знаю одне, там, де зло йде, воно буде все рівно наказане зло. Угу. «Тільки добро можна. Тільки добро можна победити зло. Більше, оце сто процентов». Контрнаступление будет не одно, а несколько. Уже до конца лета ВСУ смогут войти в Крым. Об этом в интервью украинскому изданию «Главред» рассказал военный эксперт Роман Цветан. По его данным Пригожину бесноваться в Бахмуте осталось недолго. В июне войска России попадут там в окружение, а ВСУ уничтожит их за несколько недель. Минимум должно быть два. Это минимум. Потому что одним махом мы не выйдем на… Летний и осенний, правильно? Летний и осенний – это минимум. И каждое наступательное действие… Вот летний – это выход на Азовское побережье, заход в Крым, до зачистки. Ну, там уже можно это оставлять, зачистку и до конца года. То есть уже плавное выдавливание. А второй этап – это отсечение Донбасса от России через Луганск, заход в Луганск, с Луганска на Ростов, на Таганрог. Ну, то есть отсекти. И это второй осенний уже, осеннее действие. То есть меньше, чем два – точно не получится. И каждое наступление, оно может быть на подэтапы, связанные с прорывами. То есть вот сейчас будет несколько прорывов. Ну, и этап один, допустим, летнего наступления – это выход на Азовское побережье. может быть на подэтапы, потом выход на Азовское, под зачистка Крыма, второй этап самого наступления, первого наступления. Ну, и второе наступление, оно также может быть, это уже осеннее, разбито на этапы. Ум, честь и совесть нашей эпохи, отец русской демократии, вышел после недельной пропажи на публику и изо всех сил пытается вклиниться в повестку дня. «Никакого контрнаступления не будет, это все дезинформация в СУ», сообщил осипший дезинформатор Лукашенко. Также старый паяц заявил, он своими глазами видел проект мирного договора с Россией, якобы невыгодного для Москвы, от которого Украина отказалась. Правда, существование этого договора под таким же вопросом, как и существование знаменитой карты с четырьмя позициями. «Никакого контрнаступа, по моей точки зрения, нет и быть не может, это просто безумство. Безумство один к пяти на фронте, воевать по технике и живой силе, это просто безумство. Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии». Тем временем под Гомелем появилась линия противотанковых зубов дракона. Спутниковые снимки появились в распоряжении канала «Белорусский Гаюн». Оборонительную линию установили в 20 километрах от белорусско-украинской границы. Особенно иронично эта информация смотрится на фоне заявлений Лукашенко. Маниакальная цель Путина. Кремль пытается поднять уровень патриотизма среди россиян массированными атаками на столицу Украины. Так прокомментировал очередной обстрел Киева секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Накануне российские ракеты атаковали город в девятый раз с начала мая. Киев остается маниакальной и недостижимой целью для Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для России атаки на столицу необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны. В России развивается процесс отчаяния и разочарования властями на фоне провала наступления и неудач на фронте. Украина угрожает суверенитету Венгрии, потому что Зеленский хотел взорвать трубопровод «Дружба». Об этом заявил глава Медвенгрии Петер Сиярта во время выступления в венгерском посольстве в Австрии. Источники у Сиярта очень достоверны – утечки из данных якобы Пентагона. Кроме того, по мнению собрата Путина по имперским амбициям, Украина становится все более враждебной к Венгрии, потому что с 1 сентября венгерские школы на Закарпатье не смогут работать. А венгерский банк ОТП Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма за то, что он до сих пор работает в России. Поэтому Венгрия будет блокировать любые транши помощи из ЕС. Политики ЕС страдают военным психозом, из-за чего во многих случаях в принятии решений отсутствует здравый смысл. При этом украинское правительство резюмировало враждебные действия по отношению к Венгрии Следующим образом, венгерские школы на Закарпатье не смогут работать с 1 сентября, ОТП банк был внесен украинцами в список международных спонсоров войны, согласно просочившимся документам, президент Украины рассматривал возможность взрыва нефтепровода, дружба. Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета. Если кто-то призывает к невозможности энергоснабжения Венгрии, он фактически атакует суверенитет Венгрии. Ну все, можете выдыхать. Угроза космической войны между двумя сверхдержавами предотвращена. Россия и Уганда подписали совместное заявление о неразмещении оружия в космосе. Непонятно, правда, где Уганда, у которой всего один спутник, и то разработанный Японией, и где космическое оружие. Предлагаем Лаврову дополнительно подписать подобное соглашение с Сомали или Зимбабве. Может, они уже и так справились. Задача недопущения размещения оружия в космосе давно уже обрела свою актуальность. Мы вместе с Китайской Народной Республикой выступаем за согласование договора о предотвращении гонки вооружений в космосе и в этом же русле идет наша инициатива о договоренности в рамках Организации Соединенных Наций о том, чтобы все страны взяли на себя односторонние добровольные обязательства не размещать первыми оружие в космическом пространстве. Молдова полностью избавилась от зависимости от российского газа и электроэнергии. Об этом сообщил премьер Республики Дорин Ричан во время встречи со своим румынским коллегой на конференции по безопасности в Бухаресте. Страна уже подключилась к европейской энергосети. Если в начале войны 100% энергии, потребляемой в Молдове, поступало из России, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электричества из России. Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески. Тысячелетнюю Библию продали с аукциона за 38 миллионов долларов. Издание стало самой дорогой книгой, когда-либо проданной на аукционе Содбис. Эта реликвия считается старейшей и полнейшей из выполненных на иврите писаний. Она состоит из почти четырех сотен страниц и датируется концом 9-го, началом 10-го века. Ранее Библия принадлежала коллекционеру Дэвиду Соломону Сосуну. Книгу планируют передать Музею еврейского народа в Тель-Авиве. На этом ставлю точку. Обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить самого важного и интересного. Обо всем расскажем вам в следующих выпусках, ну а самая актуальная и оперативная информация в наших телеграм-каналах. Ну а поддержать развитие наших ютуб-ресурсов можно по ссылкам в описании. До новых встреч! Хороших вам новостей! Слава Украине! Живей Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова